Не надо. Так что я готов к допросу. Мир тебе брать. Мира принимаю. Ну ты такая яркая личность, запоминающаяся. Тебя знают все. Можно сказать, звезда Ютуба. Ну, в хорошем смысле. Очень интересные ролики твои были. Твой опыт очень многим, я думаю, что помог даже. И мог бы ты рассказать, как Христос тебя нашел, откуда он тебя, как говорится, вырыл или там выкопал вклад такой. Ну, без лукавства. Действительно, такие результаты потрясающие у тебя, что не каждый человек показывает их. И вот как ты себя помнишь? Рождение до наших дней. Расскажи, пожалуйста, свой путь к вере, к Богу. Если с рождения я себя так, чтобы осознавать полноценно, начал, может, в школе. Да и тут даже не в первом классе. Так-то у меня все, как бы, жизнь шла. Вообще не серьезно у меня. Абсолютно по-простому. Никаких у меня переживаний не было по этому поводу. У меня очень легкая жизнь шла. Безмятежная, наверное, лет до 18 на самом деле. Не верующая семья у тебя, да? Нет, нет. А ты в каком городе живешь и сколько тебе лет? Сейчас я живу, это под Борисполем, деревня Иванков называется. Мне 32 года уже целых полных. Скоро возраст Христа наступит. Да, уже на проповедь вышел, можно сказать. А, Христа. Да. Так что, ну, сколько я помню, в школе учился я неплохо, скажем, в начальных классах еще. Потому что у меня подготовка до школы была хорошая. Меня научили читать, писать еще до школы. И мне этих знаний хватило вплоть, не знаю, класса до 8, пока и началась там математика, геометрия такой серьезная. Я все эти знания использовал класса до 5, наверное. Так что я был круглый хорошист. Ну, не отличник, правда, не тяну, но отличника. Ну, был хорошистом. Легко тебе учиться было, да? Да. Я читал быстро, писал быстро, без ошибок. Ну, это, то есть, минимум, который в школе. Мне можно было сразу поступать, потому что класс был 5. Ну, не суть. А после я пошел, у меня товарищ, пошел секцию футболом заниматься. Спортивная школа там есть тоже под Киевом. И мне по интересу тоже пошел уйти заниматься спортом. Ну, планов каких-то стать спортсменом я себе не делал, конечно же. Ну, так для интереса, может, мне казалось, для кого-то опыта жизненного, для возмужания, может быть. Это в пятом классе я перешел туда, спортивную школу, мы футболом занимались. Сурово там нас тренировал, тренер хороший у нас был. У нас физические нагрузки были сильные. Он нас постоянно гонял, кроссами занимал. Ну, как и положено, в таком возрасте детей нужно к нам постоянно, иначе они неудержимы. Особенно ребятишки, которые активны, особенно, которые идут там заниматься в спортсекции. Это особый такой разряд людей, вообще опасных. Ну, там я до девятого класса, до восьмого класса, наверное, года четыре, я там проучился, проиграл. Потом, ну, понятно, что никакой спортивной карьеры я как бы не думал, да не случалось у меня. Я перешел обратно в школу учиться, обычную, где я до этого учился в Борисполе. Я вкратце рассказываю, потому что если рассказывать, где я учился, где, в какой город переезжал, где жил, это там, я и сам не вспомнил, может, все. В общем, активная такая у тебя жизнь была. Скажем, много, много ездил. Мне Игнат Тихонович сказал, у тебя фамилия Колесников, ты Колесиш. Колесиш. Это такие есть, Колешу, постоянно. Когда вернулся в школу я, обычную, там, понятно, все мои достижения учебные уже прошли. Время, когда нужно было учиться, с нас там кто требовал, с ребятишек, которые занимаются. У нас там были разные возрастные категории команды. 86-го года, 87-го года, 88-го года, 85-го года рождения были. Потом и позже подключились. Нас учителя не трепали, особо не спрашивали. И домашние задания я там уже и научился не делать уже, я не готовился там. Нас особо не требовали. Мы на 100, выезды куда-то с командой, на какую-то игру, тренировки. Думаю, приходишь вечером, просто едва живой только упал, чтобы поспать немножко. И потом все-таки вернулся я в школу, обычную школу, программу. Отвык уже и от девочек. У нас-то девочек не было там в классе, одни мальчики. Хотя школа была для всех, там были конкретные классы спортивные, там где были только парнишки, ребятишки. Да, вернулся я в школу и понял, что я уже далеко-далеко отстал там от всех, абсолютно, напрочь. Сижу, смотрю эти все программы. Ну, и к нам, конечно, тоже требования были не сильные. С тех, кто возвращался с таких мест, там нас тоже с ними не спрашивали. Хрестик поставили, да? Да. Ну, я все равно не отставал в некоторых вещах гуманитарных. Я старался, что я умею, там подтягивать. Меня мама записала, я ходил к учительнице нашей по языку, по литературе. То есть, по таким предметам, как история, язык, там, литературе зарубежное, там мне еще были четверки. Остальные мне тройки сплошняком пошли. Тройки, тройки, хоть не двойки, там, ну, двойки не было, слава богу. Вот так. Все. Ну, и что сказать? Вот это все наше поколение, которое вот с моей командой, где я занимался, там, ну, никто не заиграл. Никто не пошел. Со спортом не удалось этих пацанов. И весь этот накопленный пыл, жар, растраченные энергии, там, конечно, вылился всех пацанов, которые знаю, там, многие из них. Запили, бухают конкретно, наркотики принимают. Ну, и все, правда, ну, многие так они, конечно, и пошли дальше. Ну, и я тоже не отстал. Мы тоже с ребятами, которые вместе со мной закончили это заведение учебное, спортивное. Тоже мы себя вели, конечно, весело, круто. Начали греховную жизнь полноценную. А после девятого класса я уже поступил в Киев учиться в техникум. И там уже стал оторванный от родителей абсолютно. Утром уезжал, вечером приезжал, весь день в Киеве на занятиях. После занятий, ну, студическая жизнь, кто знает, и она такая страшная, можно сказать. Очень опасная. Задушный, да. Ну, так я с тех пор, я научился грешить до этого. Это я был таким обычным парнем, нигде никуда не встревал, себе жил потихоньку, учился, занимался. А когда вот уже после девятого класса, после спортшколы, тут я уже во все тяжкие пошел. Ну, там все по восходящей, по восходящей, по восходящей. Так и чудил. Я, конечно, понимал. Восходящий, ты сказал, да? По восходящей. Ну, да, да. Так-то да, по нисходящей. Я знал в глубине души, что долго это не продлится, конечно. Я понимал, впереди взрослая жизнь у меня. Наступит 20 лет, там, 25 лет. Это как себе в этой жизни, я вообще не знал. Кем быть, что делать, абсолютно неинтересно было. Я этой свободой, которая у меня была в эти годы студенческие, пользовался с лихвой абсолютно. Тебя родители содержали, да? Ну, да, конечно. Хотя я, в принципе, так устраивался. Я работал всегда. Уже в 16 лет там где-то разнорабочими мы работали, там, в Борисполе. Потом я даже продавцом был в магазине, продавал мотоциклы, моторолеры. Это параллельно пока, когда я закончил, наверное, технику. И оператором работал в мобильной связи. А уже, вот как окончил училищество, я в аэропорт не удалось там на работу устроиться, благодаря маме там. Там я в аэропорту 4 года отработал, беспрерывно. Техник по контролю обслуживания наземных, воздушных суден. Ну, так как у меня жизнь была греховная, у меня была дисциплина не очень, то мне мой начальник говорил тогда уж, Никита говорит, я тебе сразу говорю, я тебя уволю, так что ты ищи себе работу вот заранее, там же, где в аэропорту будешь. Потому что работа там не попалась хорошая, зарабатывал я очень много для своих вулет, да и так посмотреть в среднем. Поэтому попал на такой, так называемый стартап, когда открывается какая-то новая вакансия, там она появилась в аэропорту, новое рабочее место. Там совместили две службы, техническую и с документами, и там как бы ты один занимаешься всем тем. Сейчас, благодаря техническому прогрессу, все техника делает, тебе много ничего знать-то не надо, все делает компьютер. Поэтому меня-то много этого не требовало. Это встреча воздушного судна на стоянке, контроль, чтобы его разгрузили, багаж выгрузили, чтобы убрали его. Уборка была, туалет, вода. И отбуксировать его, если там требуется по договору на рулежку, чтобы он уже улетел. А ты в армию не ходил, да? Ты учился, получается. В армию мне однажды... В армию я лучше не хотел. Я понимал, что в армии мне там не жить просто. Я там не выживу с моим отношением ко всему дисциплине, мне там просто хана. И потому я усердно ходил под врачом в преддверии 18 лет, собирал справки, какой я калека, чтобы в армию мне не попасть. И действительно, у меня там нарушено плоскостопие, и позвоночник у меня кривой, там, и все дела, хоть и с футболом-то бегал. Ну, за тот короткий промежуток времени, пока я спортом занимался, я успел, конечно, свое здоровье знатно ухудшить уже. Я уже далеко не тот был парень, который там где-то бегал в школе. И мне действительно, я там в течение месяца собирал все эти, что по-честному, в студии Ани Годин, на службу военную. И мне прислали письма из боенкомата Бориспольского, чтобы я приходил туда на предварительный медосмотр. То есть, чтобы быть негодным, и, в принципе, твои желания осуществились. Да, и однажды приходит необычная очередная такая повесточка, типа, нужно просто прибыть в Бориспольский военкомат, чтобы меня там... Я думаю, ну, обычное какое-то собрание нас отметить, там, что-то посмотреть, и все. Ну, я с легкой души туда отправился, недалеко от дома. А там нас уже ждут, построили всех, автобус посадили и повезли в Киев на Деварзе. Деварзе, там уже конкретно последняя медпроверка, и тебя определяют, где ты будешь служить уже. Так что я ехал, я уже с таким... сердцем меня ушло уже куда-то далеко. Я подумал, ну, все, попал я. Хитрости меня заманили, я бы там, не знаю, не пришел бы туда. А так, заманили, попал я. У нас там человек 30 было в автобусе. Ну, и привезли нас в Киев туда. Там большой такой военный, что ли, участок как раз по этим делам всем. Ну, и нас всех разделили до гола, и давай по кабинетам там все проходить. Вряд там кабинеты такие, официально сделаны так. Я прохожу там окулиста, там такого-то психологиста. Годин, 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 годин. И уже последний хирург остался, я уже подхожу к нему. Встаю, вот доктор, вот смотрите, у меня... Вот у меня ДНГ, видите, тут такой-то диагноз. Вот видите, вот у меня плоскостопие, вот тоже снимок. Так вот у меня то-то, 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 сколиостом, гипофеост. Я не могу. Он такой посмотрел. Это мне ничего неинтересно. Сразу вот адвинул. То, что я ходил там, ничего неинтересно. И написал мне, что накорябал, в конце концов, что-то я даже не разобрал. И потом, когда мы все прошли уже, мы досмотр приоделись. И там наш военком начал зачитывать имена. Я оказался так, чудом божьим, среди примерно трех человек, которые негодные. И он так, колесник. Я говорю, я, служить в армии хочешь? Я громко уверена, нет. Понятно. Патриотизм на высшем уровне. Ну и слава богу, как бы меня от этого все отмазалось. И больше никто, никто не нас привезли обратно в Борисполе. И никто больше меня не трогал. С тех пор, да. Ну я, хотя там... Какой до сих лет было? Ну там лет 17 было мне, наверное. 17? Да вообще 18 не было. Или... Трудно сказать. Точно. Ну где-то около того, в районе этих лет. Я в то время, наверное, впервые, наверное, помолился богу, наверное. Так вот я сколько помню себя. Молитвы это трудно было назвать. Но как бы такой мой глаз был к всевышним силам, что... Лишь бы только мне сейчас туда не попасть, куда меня там хотят загрести. Я исправлюсь. Я возьмусь за голову. Обед дал, да? Обед, да. Что все прошло. Ну лишь бы только никуда меня не забрали. Я возьмусь за голову, что мне там родители говорили. Начну жить нормальной жизнью, дисциплинированной. Ну, видите, все мои беты, конечно же, тут же они все пошли прахом. Все, забылась тут же. Я опять во все тяжкие. Работал в аэропорту, да, параллельно. Я так возвращаюсь обратно вперед. Опять же, какого-то понятия о вере, о боге у меня совсем не было. Никогда я не хулил ничего. Бога не хулил. Бабушек там верующих никого не было, да? У меня неверующая одна абсолютно. Вторая бабушка, она там тоже, мне кажется, я давно не видел, она тоже неверующая. Вот есть у тебя. Никакого духовного не было зачатка, никем посажено. Ну, бога я не хулил никогда. То есть, ну, ничего не... Просто грешил, ну, ничего плохого там про священников даже особо не говорил. Считал это как бы недостойным себя. Но ты бога-то верил, как бы, что он есть или как-то? Или вообще не думал об этом даже? Думал, не думал совсем. В храм ходил там пару раз чисто так по приколу на Пасху посвятить там что-то дадут, какое-то мясо, яиц, чтобы потом с ребятами под утро опять же выпить, как все. Что рассказывать-то? Ну, и параллельно там, когда я уже много там бухал, так сказать, в студенческие годы, на мне начало это складываться уже немножко неположительно, потому что в ранние такие времена я когда выпью, сколько бы я не выпил там даже без закуски, веселый там все, а потом со временем начало это меня уже плохо мне действовать. И психика не туда, и не помню ничего, и такого чудеса вспоминать не хочется вообще, что там было вчера, как в песне там у Высоцкого, да, Господи помилуй. Так что я потихоньку от алкогольника шел этого и заменил это наркотиками легкими. Они гораздо на меня благотворнее влияли. Добрее был, да? Добрее был, ну, тем не менее, это уже с законом сопряжено нехорошо, потому что у нас в стране алкоголь-то разрешен, в принципе, несмотря на то, что от него-то горе гораздо больше. А вот это вот эти вещи запрещены. Поэтому приходилось уже сталкиваться с людьми разными, которые в круга такого криминального где-то, около криминального, то есть сообщаться с людьми там нехорошими, чтобы достать, чтобы купить, чтобы потусоваться. В общем, все хуже и хуже, и глубже и глубже я окунался в эту грязь. Ну, слава Богу, на тяжелые наркотики, ну, в плане, что там не колол себе ничего никогда. Так-то таблетки были, порошки нюхали мы иногда, так, ну, а ничего себе не колол. Господь хранил-то. Да, ну, то есть наркоманом, как бы таким системным я не стал. Хотя, ну, говорят, наркоманов бывших не бывают, где-то оно может и так. Нужно все равно себя беречь до конца. Если ты, у тебя этот опыт уже был греховный, любой, блудный там или алкогольный, он у тебя где-то уже прописан там, мозгун где-то там в карте памяти. Легко к этому можно нечаянно туда свалить. Сатана тебя столкнил туда. Поэтому нужно все равно беречь себя. Согласна. Так. И наступило мне, наконец, тому времени уже 20, наверное, 22 года. Пожалуй, 23 года. И понял я, что нужно что-то в жизни менять. У меня начали такие мысли страшные мне посещать, что как бы уже возраст такого шел здесь серьезный. А по сути, ничего у меня как бы вообще нету в жизни. И я просто могу сгинуть как-нибудь в одночасье. Ничего от меня не останется. Какой-то презренной собачьей смертью. Что был мне какой-то Никита, потом где-то жил, грешил. Я где-то там вздох, убился, разбился на машине. Ну, потому что к этому у меня все и шло, в конце концов. Совесть тебя обличала, да? Да. Совесть обличала. Да. И как-то меня начало посещать это все. Думаю, нет, пора менять жизнь. Менять нужно жизнь. И первым делом нужно здоровье свое менять. И я как-то в одночасье, вот я бросил курить сигареты в один день. Просто один раз перестал курить и все. Больше никогда не прикасался. Никаких ломок, ничего у меня не было. Зиловоли такая, да? И какой воли, и тяги никакой не было. Просто перестал курить. Потом перестал пить. То есть я помню еще тот день, когда я вышел на улицу с товарищем. Уже сигарету себе не купил. Но по старой привычке взял бутылочку пива. Начал пить ее. Выпил там пару глотков. Мне чуть не стошнило ее. Выкинул ее. И с тех пор даже не покупал никогда алкоголя. Ну и слава богу, как это, хотя бы ты просто жизнь наладил свою. Оградил себя от всяких излишеств там вредных. И уже начался мой разум восстанавливаться. Начал немножко приходить в себя. Ощущать себя. И здоровье появилось уже побольше. Потому что организм все-таки молодой еще. Да и бог такая. Поэтому очень быстро восстанавливался, я можно сказать, из того состояния. Именно умственного, физического, десерта. Ты работал тогда, когда вот это все? Когда как раз это начался в определенный момент, когда я с работы уволился. Меня уволили. Ну как, я на свой счет ушел. Вот тогда я начал уже думать, что парашюты менять. В тот момент я не работал еще. Я тогда еще... А, я тогда успел даже потратить все деньги, которые выплачивает государство. То есть ты приходишь в службу занятости, приносишь туда документ, где ты работал. Они там смотрят, какая у тебя была ставка там. И тебе выплачат в течение года это все. Я еще целый год еще кутил там. По инерции еще догонял это все дело. А потом, когда уже деньги кончились, все кончилось, жилье снимать я уже не мог. Вернулся обратно к родителям. Потому что я... К тому времени, наверное, уже стабильно с родителями года 4 не жил, наверное. Жил отдельно там. Где-то снимал себе дом или квартиру. Вот тогда я там снимал себе отдельно домик там. Сейчас там сектор небольшой. И опять же, да, и решил все. Это бог мне туда уже посещать, видать, начал так потихонечку, потихонечку. Начал отгребаться от друзей сразу от всех. Это еще до веры, до уверования от алкоголя, от сигарет, наркотиков. Начал там читать литературу. Мне больше там сначала привлекла там всякие восточные учения, там индуизм. И я там сотрел, мне попался в книжках по хатха-йоге. Это йога, но это еще такой этап до медитации. Это уже высший уровень. А просто физические всякие там зарядки там, на растяжку, на гибкость. Там все, я начал это все читать там, практиковать понемножку. Ну, то есть стало уже получше. И в какой-то момент... Пусть тела, да, как бы больше. Да, да. Ну и, конечно, был поиск чего-то такого секретного. Как это у всех людей. У агностика они всегда ищут какого-то тайного знания, там, каких-то секретных вещей. Такие, они любят читать книги, там, всякие тайны, там, века, тайны, там, всякие хиантарные комнаты. Амагонизм. Все подряд. Мне тоже так это интересовало. Мне казалось, что это... Я такой всегда был интересный парень. Что-то хотелось необычного. Ну, я-то даже не знаю, настолько резко этот момент перехода у меня произошел. Когда я утром однажды проснулся. Это было месяца через полтора, через два, наверное, как я вот начал себя менять. И до этого мне уже, я читал, Евангелие прочитал. Я уже, я помню, читал Евангелие до этого. У меня были моменты, когда у меня была такая рецессия, когда я думал, пора заканчивать такую жизнь вести. Брал, у меня, вот он. Может, это он и есть. Ну, Гедеоновский такой Новый Завет у меня. Я брал, садился и так внимательно-внимательно читал Евангелие от Матфея. Я был готов поверить всему написанному. Я вроде прочитал Евангелие от Матфея. Начал читать Евангелие от Марка. Смотрю, оказывается, то же самое. Я удивился очень. Не знал, что там все одни и те же события описываются. Но прочитал я, в принципе, это все. Даже пытался конспектировать. Ну, а что дальше? Что с этим делать? Допустим, так и есть. А как мне, как на меня это влияет? Видимо, я еще не был готов к этому перерождению. Поэтому Бог не давал. Он видел будущее, что я еще не отстал от прежней жизни. Поэтому я потом это все забрасывал. И потихоньку обратно снова во все тяжкие. У меня тоже такой Новый Завет был. Я тоже его так же прочитала. А что дальше? Непонятно. Причем я готов был поверить, что тут Христос, Апостол. А как для меня это? Как это поможет мне жизнь изменить? Так. И в одно утро прекрасное, когда я проснулся, у меня... Не могу сказать, что как Инатий Тихонович, он прочитал Библию и тут же Господь его посетил. Библию прочитал я до этого. Но посетил у меня позже. Когда я встал, я как-то посмотрел на иконы, которые стояли у меня там. И у меня как-то в один момент мысль такая, раса, сознание, что я как бы верующим. Я верю, я в это верю. Для меня был какой-то... Сколько лет тебе уже было? Я даже знаю, это примерно был август 2014 года. Это мне еще было 23. Где-то... да, да. Игнатий Тихонович, когда к тому времени, как уверовал, он, конечно, был рассудком вполне ясным. Он много занимался. Поэтому он может вспомнить и время, может вспомнить день недели, вспомнить дату, число. Я к тому времени далек был от таких вот вещей. Я дневники не вел, ничего, не следил за временем. Поэтому для меня это просто так посетило меня. Я не отслеживал какое-то, к сожалению. Конкретно был день недели. Помню, что где-то август было. Август 2013 год, это точно помню. Где-то вот в это время. Я резко понял, что это все правда. И самое страшное для меня было... Не просто что там, я уверовал в Бога. Я уверовал, что раз это все правда, раз это написано в Библии, значит, есть ад и есть рай. То есть, есть вечные мучения, есть вечное блаженство. Но я-то вечное мучение уготовился к моей жизнью. И тут-то мне стало страшно так очень сильно. Я очень-очень забоялся. И меня первые... У меня сатана... Мне долго Господь, Он еще мне давал, чтобы сатана меня еще помучил. Потому что за мою прежнюю греховную жизнь, так просто ты никуда не денешься. Я просыпался каждую ночь примерно за полночь, просто просыпался от страха. И лежал в кровати, мне страшно. Вокруг злые духи где-то знаю, витают. Они меня во сне мучают. И спать не могу. Я только молился в кровати, боялся встать молиться. И это каждую ночь, каждую ночь у меня такое состояние. И в голове какая-то каша. И такое бредовое состояние днем. Я утром просыпался. То есть ты в этот момент уже все вредные привычки бросил, а тебя как другая накрыла беда. Духовные такие страхования разнообразные. Я брал молитвослов, ходил. У нас там рядом железная дорога, неполноценная железная дорога, а просто рельсы идут. Раз в день, раз в три дня составы отгоняют, загрузиться чем-то. Я уходил туда, вставал подальше от всего, от людей, от домов, среди зелени, становился на колени именно бетонные шпалы, чтобы больно было, чтобы я не засыпал. Потому что я постоянно засыпал на ходу. Я открывал молитвослов и читал молитвы утренние. И настолько вот мозг мой не мог уцепиться. Я читаю, забываю. Я читаю, отвлекаюсь. Это прочитать молитвенное правило утреннее, это было настоящее испытание для меня. Столько оно тяжело давалось мне. Я едва это все осиливал, становился, но уже легче было. И домой. И я уже подумал, что, ну ладно, Господи, думаю, раз уж мне суждено, ты так каждую ночь просыпаться, вот это все испытывать, может так и надо. Я уже смирился с этим, что, может мне всю жизнь придется, чтобы от демонов испытывать все эти устрашения. Я думаю, по моей жизни греховно я этого достоин. Но примерно через месяц это все потихоньку прошло. Прошло. Молился, да, получается? Конечно. Обычный молитвослов, утренний вечерний молитвы. И тогда я еще... А, тогда в то же время я... А кто тебя научил, что так надо молиться? Мама, наверное, дала молитвослов, для меня все понятно стало. У меня как бы все, что в момент, когда я уверовал, все ранее слышанное, прочитанное, тут же память у меня всплыла. Я как бы примерно минимум для себя духовный, я уже знал, что делать-то надо. И понял, что нужно мне исповедаться, причаститься. Откуда, откуда это, я не знаю. Обязательно. Я готовился, я взял тетрадочку тоненькую и начал там записывать хартию свой грехов. Там такая повесть, страшная повесть получилась там вообще. Где крал, где воровал, где чучудил там, наркотики продавал там. Вообще, жесть. Ну и пошел ближайший храм, который у нас там находится. Это был крах не московский патриархат, а это были в том времени уже отделенные украинские, украинско-киевский патриархат. Он считается для московского как бы это раскольники, неблагодатные. Но я тогда этого ничего не понимал, не разбирался. Это я очень кратко описываю вообще все события. Я пришел на истовую перед священником, вот там всю душу выложил, все прочитал, все грехи, все, он меня отпустил, это все. И потом причастили меня. А тебя когда крестили? Крестили где-то когда-то в владенчестве, как обычно. А, ты говорил мочили, да? Ничего не понятно, неизвестно. Ну кто тогда знал, я тогда еще этого ничего не понимал. Я понял, что нужно идти к сектантам, у меня не было ни малейшего вообще желания. Даже мысли не было. Я понял, нужно идти туда, в храм православный, и все. Почему так, я не знаю. Интересно что. Потому что многие обычно такие, как я, они к сектантам уходят. Большинство бывших всяких там наркоманов, алкоголиков, бандитов идут, у сектантов оседают. А у меня почему-то вот сразу православие пришел. Ну и с тех пор началась моя духовная жизнь. Я там устроился на работу. Опять же там в Киеве курьером пешим. И посещал богослужения. Суббота, воскресенье, без пропуска. У меня строго это было. Год за годом посещал, молился. Ну, я понимал, что нет. И что-то нужно делать дальше. Как-то жить нужно. Продвигаться какой-то. Ну, по моим грехам нужно мне идти в монахи обязательно. Потому что... Куда? Таким только в монахи нужно идти. Потому что только с суровой жизнью монашеской можно исправить свое греховное будущее. И как-то я в Киеве очередной раз там по работе был. Есть там храм Михаила. Это первый... Ну, кто крестил Русь? Часть него названа. Это из Константинополя был выписан там архиепископ Михаил. Там можно почитать. Часть него там находится храм в Киеве на метро Кловское. Там Афонское подворье. Кто знает Афонский... Афон это полуостров там Греции. Греческий. И там монастыри чисто мужское государство чисто. И вот от этого Афона там подворье в Киеве. Оно и в Москве есть, оно везде есть. А там в Киевском. Я там увидел объявление. Филиал. Филиал, да. Там множество туда в тот церковь навезено всяких артефактов с Афона. Всякие булыжники, там иконы, крестики. Ну, все это... Мишурует, укусит. Зачем? Ну, люди считают, что оно, наверное, излучает какую-то благодать. Поэтому нужно побольше туда место свести, чтобы там концентрация была благодати. Иначе... Я там увидел объявление, что набираются братья, трудники, подя поездки в Афон, бесплатно. Я думаю, господь услышал мои молитвы. Я к тому времени уже прочитал там литературы про монахов множество. И там и Лествицу, и Иоанна Лествичника, и Брянчанинова, и Саака Сирина, и Прима там Сирина читал, добротолюбие начал читать. И вся эта литература, конечно, на человека неподготовленного она сокрушает. Потому что тот образ жизни, который там описывается, он вообще невыполним на самом деле. Это для избранных там каких-то иноков четвертого века. А я это все на веру принимал и понимал, как я тут своей жизнью вот здесь, в миру, я близко к этим людям не подхожу. На земле голо, я спать не могу. Как бы не могу, так молиться ночами не могу. То есть какое мое спасение. А тут прямо на Афон, значит, приглашение. Я, о, это Господь услышал мои молитвы. И нашел я там номера телефонов двух братьев. Позвонил к ним. А вот я увидел объявление на Афон, я хочу на Афон. А, да, хорошо, но на Афон мы так сразу людей не можем отправить. Сначала нужно пройти некоторые испытания. Посмотрим на тебя. Отбор. Да, как ты, послушание твое, как ты готов, там, не готов туда ехать. Я говорю, хорошо, говорю, согласен. Мне сказали адрес в Киеве храм. Я туда, приезжаю туда по адресу. И к тому времени на работе начали меня уже притеснять и увольнять. Меня конкретно, мой руководитель позвал на улицу меня в курилку там. И говорит, что ты тут про Бога говоришь. Тут видно, что тебе тут с нами не место, с тобой нами неудобно. Так что тебе, наверное, не работать тут с нами. И как раз это в то же время было, я думаю. Город ты еще не отращивал тогда, да? Нет, нет. Я тогда, мне тогда особо это не росла она. У меня там, может, она бы выросла, конечно же, но я не позволял. Я подбревал ее, да, немножко так, по привычке еще, конечно. Мой грех. На горд, прошу. И как раз и туда, при храме, там у меня есть на канале, есть пара видеороликов, там я показываю немножко там храм, при котором я жил почти три месяца. Там жил, а, ничего не рассказал, интересно, что настолько память Бог дал мне хорошую. И от постоянного чтения молитв утренних и вечерних, я их выучил наизусть, и утром я просыпался, просто молитву слов брал, в руку закрывал, опускал, закрывал глаза, становился, и просто наизусть читал все там 15 молитв утренних. Вечерних там 12 молитв. Спокойно. Редко там подгляну просто первые слова молитвы и читаю наизусть. То есть православного духовного уровня я достиг уже полнейшего. Дальше мне двигаться было некуда, поэтому я понял, нужно мне монахи, наверное, потому что куда-то. И при том храме я постелился. Там у них были кельи комнаты, уже какая-то братья была. Я там и в алтаре у меня был вход, в алтаре там, но у меня не было стихаря. Мне дали такой черный подрясник, как будто вот такой и был. Я там стоял, чисто свет включить, паникадила выключить, но больше я не дерзал, как бы до опыта не было. Меня назначили там старшим трапезарем. То есть моя задача была беспокоиться о продуктах, которые там приносят прихожане. За вхоз? Наверное. Обычно на панихиду приносят там разные крупы, рисы, там макароны, хлеб. Ну, на столе поминательные. То есть я это все забирал, море было продуктов. Закупал там рыбу и готовил еду для всех. Сам готовил? А? Сам готовил. Ну да, сам. Я там постоянно жил, меня назначили там старшим трапезарем. И я там рыбу жарил, причем интересно, вот в кухне там сделано, там немножко было перестроено. Через дверь сразу алтарь. И там они в вечернее богослужение готовятся. Я жарю рыбу, и туда жареный запах рыбы весь туда проходит. Представляешь, там пахнет должно кодилом, а там запах жареной рыбы туда заходит. Он выходит прям в священник, прямо во время богослужения ко мне. Никита, что ты тут делаешь, говорит. Запах жареной рыбы, говорит, в алтаре полностью весь. Я ничего не могу поделать. Я готовил вот эту еду. Рыбу жарил, крупы варил, супы. Я плохо помню уже. Занимался всем этим делом. Да, да. И тогда начали мне немножко уже закрадываться как бы сомнения в чистоте намерений православных священников. Как ты наблюдал, когда эту кухню изнутри все видишь, потому что ты постоянно в кругу общения со священником, там матушка, прихожане близкие, смотришь там. Почти отношения, да. Видишь это какое-то лицемерие, какой-то вообще духовности какой-то нету между ними, общение такого-такого, как бы хотелось. Я начал подозревать уже, начал рассказывать недовольство. И на меня опять навалилась депрессия. У меня в то время, у меня как бы такое состояние депрессии постоянно было. Вот как только я уверовал, несколько, вот год-два, оно не покидало меня. Не то, что прям такой депрессии, как бы, которая лечит медикаментозно, но постоянно какого-то угнетенное состояние духа. Ну и это понятно, потому что жизненный опыт у меня был чисто греховный, как бы, поэтому, как написано, я читал Джен Эйр в Шарлотте Бронте, там она говорит такие слова, что лучшим стимулом к жизни благочестивого человека является опыт, ну, добрых прошлой жизни твоей какой-то. Когда у тебя за спиной есть багаж уже какой-то жизни прожитой, там, хороший, благочестивый, то тебя это сейчас подпитывает. А у меня ничего же не было, у меня только грех один был. И когда ты переходишь в эту духовную сферу жить в жизни уже по Богу, то тебе огромный дефицит святого духа, нестяжанного, и опыта жизни нормального нет. Поэтому мне постоянно как-то такие были приступы какой-то грусти, тоски, какой-то депрессии, такой прям аж до скрежета зубов. Душа требовала пищи. Да, и там мама моя еще с одним священником познакомилась в Киеве. Я потом к нему приехал, что-то я с ним пообщался, мне как рукой все сняло. Я уже захотел, и он со мной пообщался, и куда-сюда увидел меня, говорит, ну что ему тебе сказать, что поступай в семинарию, я тебе там все сделаю, определим тебя в братье, поживешь, послужишь. В общем, мне уже прочили скорые рукоположения, очень быстро. Так как у меня образование высшее было, мне стоило только закончить заочно семинарию, академию, там буквально три года, и раньше могут уже рукоположить меня. Мне 23 года, что у меня было сзади, что впереди неизвестно, мне об этом говорят, и я в то время критически еще на слова священника не мог смотреть. Раз батюшка говорит, значит, это уже все, последняя инстанция. Да. И у меня, конечно, сказал, вот тебе тут девушку, жену тебе найдем, женишься, рукоположим тебя, будешь священником. Я ехал домой, и у меня такое было ощущение, ну кто может переживал, когда тебя на работе может повысили, зарплату повысили, должности повысили, прямо у тебя такой всплеск какого-то такого допамина, кайфа такого, новых горизонтов жизни. Я прям воодушевился, как я, я недостойный священники. Это ж так, ты, в общем, чувствовал себя, я очень, очень необычно для себя. Да, уже я успел съездить киевскую семинарию, документы там какие-то уже готовил к сдаче. Уже прям вот-вот я был готов к этим всем переменам жизни. И в этот же момент примерно, где-то и на ютубе я смотрел какие-то ролики, искал и натыкаюсь в ролик там Игнатия Тихоныча. Там был ролик такой, кто-то его там сделал. Какая-то у тебя камера съехала совсем. Там ролик, нарезка там Осипов, Кураев, Игнатий Тихоныча, где-то на интернете. Ну я как посмотрел на Игнатия Тихоныча, как он говорит и что он говорит, это все было для меня. Бомба. Да, это такая была бомба, это настолько для меня было поразительно. Это не описать, кто это не пережил. Такой был шок такой, прям настоящий шок, шоковое состояние, когда я начинаю читать там про монашество, как раз в свете Библии узнаю, про рождение свыше, про как пророки говорят о священстве. Я прям, ну я был готов это все воспринять. И я вот, ну я буквально это, включаю какой-то ролик, и как обычно, ищу какой-то ответ на вопрос, тут же получаю. Вот что, любой включаю, это у него же там, к тому времени уже было сотни роликов, бесед сотни. Что не включу оно, не включу оно, то, 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 то. Я приезжаю в храм к своему батюшке, улыбаясь такой, на исповеди говорю, батюшка, я, наверное, священники не пойду, говорю, не пойду я, не могу я, такое беззаконие. Пойду я где-то работать, наверное, ищу, устроюсь на работу снова куда-нибудь. Он очень удивился, потому что он меня посылал, я еще не рассказал, как я ездил в Россию, в Оптину пустынь, там жил неделю трудником. Меня отослали в Россию, какой-то там монастырь Данилов, не Данилов, это патриарх, а другой храм там в Москве, есть какой-то священник там, какой-то старец. Я там не мог к нему пробиться два дня, ну, это целая тоже отдельная история. Меня же уже монахи отправляли. Ну, я там пожил недельку в Оптяной пустыне, посмотрел на все это, ого, какое там совсем не то, какие монахи там, такая суета, такое скопление людей там. Я, в общем, вернулся из России тогда. Потом было, это после этого мне было предложение уже священники быть, а потом уже я натыкаюсь на Игнатия Тихоныча канал и начинаю смотреть ролики. Ну, и со временем, конечно, начинаю я везде свидетельствовать. И меня уже никто нигде не ждет, не любит. Везде мне уже нехорошо. На работе нехорошо, священниками нехорошо. Я как загнанный уже волк со всех сторон. Не могу, не тут тебе. Я уже звоню Игнатию Тихонычу на телефон, наверное. Говорю, Игнатия Тихоныч, так и так, вот я из Украины, смотрю ваши ролики, можно ли к вам приехать? Он что-то, нет, он мне отвечает, что нельзя. Стараюсь на работу там, или как-то проходит еще время. Еще, наверное, какое-то полгода. Я ему звонил, первый раз, а, первый раз я ему звонил, говорит, нет, приехать нельзя, устраивайся на работу, иди в шахту работай, иди где-то работай, занимайся чем-то. Послушание ты такое назначил, да? Послушание. У нас сейчас нет приема никого. Я, ну ладно, думаю. И через примерно с полгода снова звоню Игнатию Тихонычу, опять же. И тогда уже, он сказал, подумает, и потом мне приходит письмо от Игнатия Тихоныча, что не разрешение приехать, примерно в Пасху. Это было, там можно посмотреть ролики, когда я приехал. После Пасхи. Год какой был? 15-й, кажется. Даже 16-й. 16-й, пожалуй. Надо уточнить. Найдем, посмотрим. Если что, в описании скинь или в комментариях. Полезно очень смотреть их. Все, я понял, что... Я тогда еще не понимал, что это такое редкая такая удача, с позволением приехать, кому достается. Для меня это показалось, ну, разрешили, отлично так. Я не понимал, что куда, на что я подписался, я еще даже не знал. Я думал, что буду жить где-то при общине, мне угодно кем, но любой должности там, лишь бы там, чтобы при общине подальше, чтобы там в этой общине, чтобы духовно возрасти, как-то возмужать и духовно, и телесно, и мудростью набраться. А то, что буду жить с Игнатием Тихоновичем, там работать с ним, у меня мыслей не было об этом даже. Ну да. Хотя я подозревал, что придется, конечно, где-то. Я сам буду проситься, наверное, даже, потому что к Игнатию Тихоновичу. Для меня тогда Игнатия Тихоновича вообще был как, я не знаю, настоящий просто пророк. Недоспешимое что-то такое, да. Просто какой-то сверхчеловек. Ну, так и есть. Ну, как-то так, да. Сейчас тоже попроще, конечно, уже. Сам-то я уже немолодой. И этот романтизм, который он витает, немножко выветривается из тебя. И приехал я. Добирался туда. Тоже отдельная история. До Москвы на автобусе, потом на поезде еще трое суток до Барнаула. Там меня встретил Сергей Павлович на вокзале ЖД Барнаула. И сразу Игнатий Тихоновичу привез. Игнатий Тихонович, как он любит, сразу подвергает меня всем испытаниям навозавербованного джихадиста. В первую неделю я, наверное, больше трех часов не спал за ночь. Только я приехал, ну, нужно представить, я был четверо суток в дороге. Сутки в автобусе я трясся. Потом толком не спал, врузился в поезд. В поезде еще дорога там трое суток. Я вареный приезжаю туда, на эти Тихоновичу, тут же меня садит, давай допрос на камеру. Ну, как допрос? Ну, и допрос. Самый настоящий допрос. Ну, ты же привык к всяким подвохам со стороны правительства или кого-то еще. Ну, и просто для интересного. Значит, там есть интервью где-то на канале, когда я приехал. Допрошу, допрошу. Хотел мне Сергея Павловича сначала поселить Кубкову. А потом передумал, посмотрел у меня. Нет, у меня останешься. Это ты в Барнауле приехал, да? Да, это была весна. Это еще примерно за месяц до переезда потерять. Там еще, то есть, снежно довольно таким. Ну, я жил в Гнате Тихонович. И первые дни было очень так непривычно, потому что вставать 4.40. Я вообще не умел. Как я не старался до этого себя научить. Я тогда пытался. Я еще немножко там ошибся. Гнати Тихонович часто рассказывал, что до 70 или до 60 лет ложиться днем нельзя. А после 60 нужно. Где-то прочитал он. А я неправильно понял это. Я понял это, как... Вообще, что ложиться нельзя, даже ночью. Я учился... Я спал в кресле ночью, когда жил в Украине. Я садился в кресло. Ну, как в кресле поспишь-то? Заснуть не можешь. В итоге, как-то ноги туда забросишь. Ну, глупость одна. Потом все-таки вернулся в кресле. А, спал я на полу. Сразу просто ложился так на пол, как есть, вот так вот. Не раздеваясь, не переодеваясь, без подушки, прямо на ковер ложился и спал тут ночью. Мама. Сначала очень неудобно, больно, поэтому как бы легче утром просыпаться. Ну, я потом понял, что такая человек-скотина, что потом так сладко спать научаешься на голом полу просто, что замечательно. Как на перине прямо. Чтобы потом на полу хорошо спать. В общем, Игнатий Тихонович и я начал жить там. А у него как раз в то время были активные жизни. У него много было звонков по скайпу, у него много бесед. И он там за 12 часов ночи с кем-то беседует, а мы спать-то раньше как-то не можем лезть. Хотя вроде ты и можешь, в принципе, залезть, но как ты ляжешь спать? Ты или снимаешь ролики, или хочешь послушать, потому что интересно. В итоге за полночь туда залазишь, через 3-4 часа просыпаешься, новый день наступает. Да, и тогда сразу к Игорю Дубунову меня направили работать. Он как раз строил гараж у себя там. Игнатий Тихонович спросил, как ты хочешь сегодня первый день в жизни в Варнауле там останешься или с Володей на работу пойдешь? Я говорю, пойду с Володей на работу. И поехали мы к Игорю Дубунову работать. Игорю Дубунову это тоже верное. Сейчас до Игнатия Тихоновича тоже исполнены ревности, неукротимости. И с ним было не проще, чем с Игнатием Тихоновичем, если не тяжелее. Человек он очень непростой. Но я у него тоже много еще хорошему научился, конечно. Тогда впервые я начал работать как-то руками, потому что до этого я не умел ни шуруповер держать, ни пилу. Вообще, то есть я руками не работал никогда нигде. А мне уже было 24 года, можно представить. Ну и там начал трудиться, там я работал. Потом пора ехать в Потеряевку. У меня Потеряевку направляют с Володей. Пойдем в 4.40 утра. И у меня где-то первые месяца 3 жизни такое было состояние. Часов до 5 вечера я ходил как сонный такой немного. Я не мог быстро двигаться, что-то думать. Утро просыпаюсь в 4.40, помолился, какая-то работа, завтрак, работа, работа. И только ты там 5 часов вечера, 6 часов вечера приходишь в себя, а уже день заканчивается. Так оно действительно очень долго, эта ломка была у меня, где-то с месяц. А потом Игнатий Тихонович приехал потерять. Там, наверное, самые веселые ролики с тобой были, да? Потом приехал Игнатий Тихонович, и тут началась настоящая жизнь. Потому что до этого еще ничего не было. Ты живешь в городе, Игнатий Тихонович не приступал. А там Игнатий Тихонович передо мной пристал совсем в вообще ином образе. Вообще абсолютно. Это не тот человек, которого я видел там где-то в ролике. Он меня постоянно жучит, он меня постоянно там невыносимо, просто невыносимо. Я просто это все терпел, потому что я тогда понимал, я тогда верил, что обратной пути мне нет. У меня только здесь остается как бы пребывать, а каких-то планов на жизнь мне никто не расписывал. Я на Тихонович ничего не прогнозировал. Ты просто приехал, ты просто начинаешь там жить, работать. А как дальше будет, после этого будет, и что ты будешь делать, непонятно. Ну вот так и жили. Да. Тоже много чего рассказывать не буду, там есть на роликах это все. Это отдельная история очень большая. Первые два года было очень тяжело. Потому что элементарно пока ты научишься просто быть где-то полезным, с каким-то опытом минимальным, чтобы ты хоть был где-то полезным, чтобы где-то быть чем-то занятым, чтобы не оказаться бездельным где-то. Ну где-то году к четвертому от Игнатия Тихоновича уже почти закончились на меня такие прям серьезные наезды. Мы так более-менее с ним уже даже нормально жились. В принципе, уже давно живем уже. Ну друга понимаем хорошо. Я понимаю про Игнатия Тихоновича. Мы чем-то там может близки даже. Так и жили до четвертого года. Это с шестнадцатого до восемнадцатого года. Шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. В восемнадцатом в конце ты уже уехал, да? Да, но я помню там, кажется, по Терявке я был четыре заезда. А может три. Память какая. Ну, около того, да. А потом, потом я по Терявке жил, жил. Вижу, что никакого как бы продвижения мне нету. А что, мне оставаться на положении такого нерадивого послушника уже не интересно. Уже возраст под тридцатник подходит. Как-то мне там уже все присытилось. Ну, к сожалению, видать, мой бес меня еще толкнул там на всякие поступки необдуманные. Там все в интернете есть. Ну, в итоге совсем я простился, попросил прощения по Терявке и уехал обратно жить в Украину. Ну, и тут в Украине, конечно, с одной стороны, что тут больше те возможности, больше свободы. А с другой стороны, нет такого духовной дисциплины. Потому что в храме никому ты не нужен. Никто за тобой не смотрит. И сам ты ничего никому сказать не можешь. Так что тут, конечно, ослабление духовное идет. Допустим, если там взять 10 баллов, тут где-то опускается на 5, на 3, потом поднимется, может, до 6, опять на 5. Ну, опыт полученный хороший. Там проживание с Инатем Тихонычем. Он не будет закваской. Пожалуй, на всю жизнь. Следующий, последующий. А тебя в этом же крестили в каком году? Да, в этом же году, как я только по Терявку приехал. Сразу крестили. Да, там допрашивают, а я как-то так встал. Меня сразу крестили. Без запросов даже, абсолютно. Очень легко и просто. Сейчас ты благовествуешь, ты занятия ведешь. У тебя, ну, огромный духовный рост-то все равно за это время. Конечно, конечно. Я, честно говоря, первые два года, вот когда был на занятиях, потеряю в Барнауле, вот я сидел, слушал Игнать Тихоновича Игоря, я не мог понять вообще, я его застепал, о чем речь, как они там параллели какие-то проводятся. Я очень много из-за этого страдал, молился, чтобы Господь мне дал какой-то дар, чтобы я это все понимал и мог другим передать. Мне Господь смирился, теперь я самом деле могу другим рассказать. И сам понимая многое, милости у Господь, потому что это больше всего, что я хотел в своей жизни. Это разбираться в Библии, в толковании и другим передать. Теперь у меня другой этап уже, охота, конечно, какую-то работу прям найти себе конкретную. Но я сейчас этим занят. Ну, теперь у тебя состояние депрессии, уныния, вот этого не посещают, как раньше? Нет, нет, нет. То есть твоя жизнь посвящена Богу? Да, хотелось бы, конечно, больше. И если, когда ты живешь один вообще, как я сейчас, то гораздо сложнее себя самодисциплинировать. Если хотя бы кто-то тут жил, конечно, был. Жена, например, да. С одной стороны, плюс, когда рядом жена, то тут уже тоже не расслабишься лишний раз, хоть кто-то. А с другой стороны, это совсем уже, наверное, будет тоже затруднять в моем духовной жизни, когда пойдут заботы уже семейные. Я не исключаю, потому что, может, и женюсь когда-нибудь, хотя, честно говоря, не хотелось бы, но, может, и придется, я не знаю, не буду загадывать. Я никогда не зарекался, так, по-моему, 100%, ну, неохота, конечно, неохота. Уже 32 года обычно. Человек, если женится, он должен жениться в 20 лет. Как Виктор Савченко, в 40 лет жениться, а потом колеси там тоже. Надо, ну, помоги Господь ему. Неохота в таком же положении оказаться. Ну, ладно, он тоже доволен, в принципе, мы с ним общались. Ну, конечно, конечно. Каждому свое. Так что спрашиваю, что еще рассказать. Время-то идет. Не, ну, мы с тобой почти час пообщались. Очень интересно было все равно. Ты видишь, действительно видишь картинку одну, да, какое-то впечатление складываешь о человеке. Когда с ним общаешься, он оказывается немножко другой, а может быть и совсем другой. Вот. А когда он рассказывает свою историю, почему он такой, да, почему это то было или другое, вот, то пазл, как говорится, складывается полностью. Поэтому эти свидетельства, они очень важны. Что ты, можно сказать, сам себя вытащил, да, оттуда. Как бы то ни было, тебя Господь направил, и ты пошел. Ты услышал его глаз и следовал этому глазу. То есть взял, приехал, это, ну, дорогого стоит. Только чудо, да, что я достиг такого уровня, как я сейчас, потому что мои прогнозы, ну, это так не были ясные в то время, как я еще был неверующим. Сейчас это мне, Господь меня очень сильно изменил. Я потерявки потянул, конечно, не только духовно, но и физически у меня там развились и мышцы там, и кости, и растянулся я весь. Ну, просто здоровее стал гораздо, чем до этого был. Потому что такая там жизнь на природе, продуктов, магазинов там почти никогда не было, если сказать, вообще никогда не было. Поэтому мне это физически, я бы выздоровел и духовно, и телесно, ну, и слава Богу. Хороший залог в будущее. Да. Такой фундамент перерождения. Благослови тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Почаще к нам подключайся на молитвы, на занятия, общение. Это очень много для нас значит, для нас верующих. Особенно вот новички приходят. Вот. Для них очень важно общение с теми, кто уже, ну, несколько лет, кто-то и много лет. Вот. Чтобы они приходят, да, и посмотрели, не знают, к кому обратиться, и уходят. А нам надо благовествовать и, ну, как это, не оставить их без внимания, обратить внимание. Ну, с Богом, брат. Спаси Христос, до встречи. С тебя, спаси Христос. Отключайтесь, первое.